Христос воскресе! С вами передача «Дорога к храму». Совместный проект телеканала Первой Ярославской и Ярославской епархии. Мы вошли с вами в радость немеркнущую. Приобщились к Пасхе Господней дню, когда смерть была побеждена Христом. Несколько грядущих воскресений в храмах будут вспоминаться события и люди, напрямую связанные с воскресением, как, например, апостол Фома или жена Мироносица. Сегодня именно память апостола Фомы и отмечает церковь. В эти дни в храмах читается книга «Деяния апостольских», написанная апостолом и евангелистом Лукой в продолжении евангельской истории. Такое ее место в церковном богослужебном календаре не случайно. Вся она о плодах воскресения Христова. И сегодняшнее апостольское чтение – это маленькое описание раннехристианской общины, яркое тому подтверждение. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе с Соломоновым. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ересе саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, «Идите, и став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Великое искушение назвать этот период жизни Церкви ее золотым веком. Действительно, многих прельщали те силы проповеди и простота жизни, которые мы видим, обращаясь к новозаветным страницам. Многие построили подобные апостольские церкви, исходя из чистой, но зачастую наивной в плохом смысле этого слова веры. Подобные строители вызвели по слову Христа дом на песке, не обратив внимания на его собственные слова, обращенные к апостолам. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это апостольское основание. Вот оно, настоящее крепкое основание Церкви Христовой. Мысли Христа проста. От них, от его прямых учеников, и до последнего дня этого мира будет существовать церковь. Никакие бури и волнения этого мира, и сами силы адовы не сумеют ее уничтожить. Эта церковь и поныне жива. Единая, святая, соборная, апостольская, православная церковь. Корабль которой за два прошедших тысячелетия прошел через многие бури, но и до сего дня плывет, ведя людей к пристани спасения. В действительности же, церковь никогда не знает своего золотого века на земле, будучи вся устремлена к встрече с Отцом Небесным. И в век апостольский много было сложных, неприятных и откровенно кризисных моментов в ее истории, происходивших, важно, не от внешних врагов, но от внутреннего настроения. Это естественно, так как церковь – богочеловеческий организм. И как Господь наш Иисус Христос неслиянно и нераздельно носил в себе два естества, божественное и человеческое, и божество его было бесстрастно, то человеческая его природа скорбела, радовалась, испытывала жажду, голод, усталость, боль и страх смерти. Так же и церковь живет и движется в Боге, но страдает по человеческой природе различными болезнями греха. Но это не останавливает Бога даровать не только ей, но через нее и всему миру свои обильные дары, которые прорываются в нашу действительность и прикровенно через обычных христиан, мирян или священников, которые молитвой и делами милосердия творят волю Божию в мире, так и ярко сияют через светильники веры, великих святых, которыми не оскудевает Церковь Христова до сего дня. И сейчас в ней, по слову апостола Луки, совершаются многие знамения и чудеса, исцеляются больные недугами душевными и телесными. И все это происходит к тому, чтобы каждый мог, хотел и услышал эти слова жизни о Христе Воскресшем. Христос Воскресе! На неделе грядущей, 11 мая, Церковь чествует святую мученицу Анну Пашихонскую, одну из многочисленного собора новомучеников и исповедников Ярославской земли. Анна Васильевна Шашкина родилась в крестьянской семье 13 февраля 1888 года, в деревне Пегаскине, рядом с городом Пашихонии. Сейчас бывшая деревня уже стала частью города. Анна не вступила в брак, живя сначала с родителями, а потом ведя свое хозяйство и не входя в колхоз. Несмотря на трудное для церкви время, Анна никогда не скрывала своей веры. Будучи прихожанкой Успенского храма в Пашихонии, она ходила на богомолье в Павлообнорский монастырь, где окормлялась у архимандрита Никона Чулкова, последнего настоятеля обители. Пережив закрытие монастыря и видя множество других подобных шагов богобородческой власти, отец Никон благословил своих духовных дочерей на создание тайного монастыря, чтобы, несмотря на засилие атеистической пропаганды, не угас совет веры и молитвы на русской земле. Когда же страна пересилит революционное наваждение, должны вновь появиться носители православной традиции, которые бережно хранили бы ее все это время. Руководствуясь данными соображениями и благословением отца Никона, несколько его духовных чат создали в деревне Захарьеве сельхозартель, выросшую за несколько лет с четырех организаторов до 104 человек. В нее не принимались мужчины из ярой феминистической позиции, заявленной участницами. В уставе они прописали, что организовывают предприятие для того, чтобы доказать мужчинам, что и без их содействия женщина может строить свою жизнь. Реально же, насельницы имени Тайного монастыря становились либо давшие обет безбрачия монахини, бежавшие из разоренных монастырей, либо просто верующие девушки, желавшие посвятить жизнь Богу. За 10 лет артель выросла в коммунну имени Крупской и стала третьим хозяйством на всесоюзном смотре колхозов коммун в 1927 году. Однако в 1931 году власти дознались до истинной сути коммунны, и многие сестры отправились отбывать сроки в Загиря. Одной из прихожанок такой тайной обители была и Анна, близко знакомая с председателем Анной Соловьевой. После ареста коммунарок на Анну следствие не обратило внимания, но, как оказалось, до времени. В 1936 году представители обновленческого раскола в Пашихоне обратились к властям с донесением о деятельности православной общины Успенского храма. Они писали, пользуясь приливом святочных празднеств, клевета и наушничество пошли во все села данного района с призывом к бойкотированию всеми силами всех обновленческих служителей культа, совращая темные силы веру в святость Бога лишь Тихоновщиной. Анна была одной из активных прихожанок, и по благословению отца Петра Богородского, также впоследствии претерпевшего гонение и смерть от рук мучителей, собирала подписи в своей деревне, в православный ли храм будут ходить жители или к обновленцам. 10 января 1937 года ее вызвали на допрос. Анна Васильевна объяснила, что в 1935 году умер сын ее брата, и приходской их священник, отец Петр, отказался участвовать в его погребении, указав, что жители этой деревни не принадлежат к православной общине. И пусть они сначала определятся. Именно потому-то она и собирала подписи, по которым деревня оказалась православной, а не обновленческой. На следующих допросах следователь спрашивал ее о знакомстве со старостой храма, Алексеем Смирновым, о распространении им по прихожанам для чтения контрреволюционных протоколов сионских мудрецов Нилуса, о ее контакте с архимандритом Никоном. 18 марта следователь снова вызвал Анну на допрос и заявил, «Вам предъявлено постановление о привлечении вас в качестве обвиняемых преступлений, предусмотренной 58-й статьей. Обстоятельства преступления изложены в подписанном вами постановлении. Признаете ли вы себя виновны в этом? Признаю, что я имела связь со Смирновым, несколько раз посещала его дом, а также часто вместе ходили в церковь. Книгу Нилуса «Протоколы сионских мудрецов» я у Смирнова видела, но читала ее Гудкова, которая мне рассказывала ее содержание, но в контрреволюционных слухах я среди населения не распространяла. Никаких вопросов о войне, о победе фашизма, о восстановлении в СССР капиталистического строя и так далее мы ни со Смирновым, ни с Гудковой не обсуждали. Богородского я знаю как священника, и действительно по его заданию я собирала подписи за Тихоновскую церковь. Но никого не запугивала. Подписывались все добровольно. Архимандрита Павловского монастыря Никона я знаю. Бывало несколько раз у него в монастыре, когда он был еще открыт. В 1924 году отец Никон был в городе Пшихония, был в нашем доме, а после закрытия монастыря с ним я связи не имею и где он не знаю. После еще нескольких допросов, где ей, кроме всего прочего, вменялось в вину посещение коммуны Крупской, 15 августа 1937 года особым совещанием при НКВД, святая была приговорена к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере и была отправлена с первым этапом в северо-восточные лагеря НКВД. Скончалась святая мученица, сохранившая верность Христу, 11 мая 1939 года от сепсиса в дальневосточном крае в бухте Нагаева и была погребена в безвестной могиле. С вами была программа «Дорога к храму» совместный проект телеканала Первой Ярославской и Ярославской епархии. Мы прощаемся с вами до следующих выходных. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова